Добрый день! А я что ж, по-вашему, не похож на человека, который может купить? Я что, похож на человека, который может прийти и не купить? Ой, ну что вы, ну просто эта шуба коллекционная, изготовленная известным французским кутюрье. Такая последняя осталась. 300 тысяч всего. Да нет, вы, наверное, не на ту смотрите. Я имел в виду ту, что левее. А, которая за 200 тысяч? Ну что ж, прекрасный выбор. Она у нас последняя. Да нет, я же вам говорю, левее. Левее? Это пальто. Ну, а я как сказал? А вы сказали, шуба. Нет, я сказал, левее. Левее у нас пальто. 100 тысяч. Эксклюзивная модель. Осталось всего одно. А вот еще левее? За 50 или еще левее? Левее. Левее? Нет ничего. Ну как же? Вот же, вот. Левее. А, так это плащ. Но, кстати, очень неплохой. И, между прочим, последний. Всего 10 тысяч. Плащ. А вот еще левее. Да уж куда левее-то. Ну, вот же, вот. В углу висит. Левее. Так это ж рабочий халат. Да. Ну, конечно. Я и сам вижу. Он у вас на меху? Да нет. Обычный халат. Сколько? Это же нашего сторожа. Он не продается. Как не продается? А что же вы тогда людям голову морочите? Ну, не продается, так снимите его. Ну, надо же. Ну, что хотя. То и делаем. Привет, дружище. Давно не виделись. Привет, привет. Что такой хмурый? Да, вот думаю. Совсем недавно мне до пенсии всего 5 лет оставалось. А теперь уже 10. Ну, так радуйся. Чему? Чему? Молодость тебе продлили. Спасибо. Я вот успел уйти на пенсию. Правда, в пенсионном отделе сразу предупредили, сказали, если я рассчитываю прожить больше 65 лет, то буду платить налог. Какой? На роскошь. Да ладно, шучу, шучу я. Хочешь анекдот на эту тему? Давай анекдоты, я люблю. В больнице медсестра успокаивает больного, говорит, дедушка, что вы так переживаете? Вылечим у вас, обязательно вылечим. Может, даже и до пенсии доживете. СМЕХАНОВА 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 Сыну будет 46, дочке 47. Самое время рожать. Да ладно тебе переживать. Продлили пенсионный возраст, это замечательно. Будем жить, как в сказке. Как в сказке. Проезд бесплатный, как у Карлсона. Суставы скрипят, как у Буратино. Все стройные, худые, как Кащеи бессмертные. Да, потому что питание, как у дюймовочки. Зато можно спать, сколько хочешь, как спящая красавица. Ну да. И если красная шапочка пирожков не принесет, то так и останется лежать в кроватке бабушка, пока ее серый волк не навестит. Эх, еще продолжительность жизни бы, как у черепахи тортилы, а. Ну, а что? У меня вон сосед на днях сто лет отметил. Сколько? Сто. Ну и что? Ну что, говорит, неудобно ему как-то, стыдно. Он ведь уже сорок лет пенсионному фонду ущерб наносит. По пенсии не думай свысока. Наступит время, сам пойдешь на пенсию. Ни пиво не попьешь, ни коньяка, а только лишь аптечную суспензию. Все персия спрессована в годах, от первого на службе появления. Но я не понимаю иногда, куда ушли мои перечисления. Придет она размером с ноготок, на персток слез во время зноя летнего. А просто надо жить, учиться вдох. От первого рубля и до последнего на пенсию, как прежде, не гульнешь. Не в Подмосковье, где уж там Валенсия. И ты порой почти полжизни ждешь, когда она придет, родная пенсия. Пенсия, пенсия, пенсия. Дорогие телезрители, в эфире программа «Жди меня». Как всегда, по понедельникам, в перерывах между сериалами, для того, чтобы вы могли спокойно в течение часа поплакать, мы рассказываем вам душесчипательные истории о том, как мы в очередной раз кого-то нашли. Героя нашей сегодняшней программы зовут Семен. Мы нашли его на вокзале. Где вот уже много лет он всматривается в лица отъезжающих и приезжающих. И мы сразу поняли, что он кого-то ищет. И пригласили его в нашу программу. Пожалуйста, Семен, вам слово. Спасибо, спасибо. Мы встретились много лет назад. Я тогда был еще молодым, красивым парнем. Учился в первом классе. По возрасту она была гораздо, гораздо моложе. Год на полтора. Она играла в песочнице. А я подъехал на шикарном двухколесном велосипеде. И это была любовь с первого взгляда. Ну, к сожалению, мать ее... В смысле, ее мама не захотела, чтобы мы были вместе. И под предлогом обеда увела ее раз и навсегда. С тех пор я постоянно вспоминаю те счастливые мгновения, проведенные вместе. Ой, уважаемый Семен, вы только, пожалуйста, не волнуйтесь. Мы прекрасно понимаем вас и ваши чувства. Пожалуйста, посмотрите повнимательней в зал. Вы никого здесь не узнаете? Ну, смелее. Нашел! Нашел! Семен! Простите, Семен. А вы уверены, что это та, которую вы искали? Семен. Ну, будьте, пожалуйста, внимательней. Посмотрите в зал еще раз. Семен. 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 Семён! Простите, Семён. И я, конечно, понимаю, что прошло много времени, но, к сожалению, вы ошиблись. Но будьте, пожалуйста, внимательнее. У вас есть ещё одна попытка. Соберитесь! Ну! Немного осталось! Я помню их с детской плотаткой. Семён! Простите, Семён. Но вы опять ошиблись. Это тоже не она. Похоже! Всё дело в том, что в зале её нет. Мы не смогли её найти. Но если бы мы этого не сказали, возможно, Семён был бы счастлив. И с вами. И с вами. А может быть, даже и с кем-нибудь ещё. Ищите друг друга. Надеетесь. И будьте счастливы! АПЛОДИСМЕНТЫ Продолжение следует...